25 лет назад, в июне 1998 года, была образована контрольно-счётная палата Ульяновской области, орган внешнего государственного финансового контроля. Он был образован законодательным собранием. Контрольно-счётная палата была сформирована на основе счётно-контрольной комиссии Ульяновской области, которая просуществовала всего год. Проработала я в счётной палате практически 20 лет. Начинала в 1997 году с должности консультанта-эксперта. Тогда ещё была не счётная палата, а была счётно-контрольная комиссия. Я пришла устраиваться на работу. В то время возглавляла счётно-контрольную комиссию Раиса Михайловна Бородкова. Она до этого возглавляла главное управление финансового Ульяновской области и, конечно, ориентировалась в финансовой сфере как рыба в воде. Это было прямо вот её место. Первым руководителем контрольно-счётной палаты тоже стала Раиса Михайловна Бородкова. Большую роль в создании палаты сыграл Сергей Николаевич Ребухин. На тот момент председатель Законодательного собрания области. А сегодня первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. К формированию палаты подключились депутаты всех фракций. Главным аудитором назначили Наталью Владимировну Горячкину. С 2007 по 2008 года она являлась председателем контрольно-счётной палаты, а с 2009 года перешла на должность заместителя председателя счётной палаты. Орган был новый, и я пришла в самом начале его пути. Был закон о контрольно-счётной палате, был закон о счётной палате Российской Федерации. Больше никаких документов практически не было. То есть мы начинали с нуля, ни стандартов, ни методик разработанной не было. Впоследствии руководитель контрольно-счётной палаты Раиса Михайловна Бородкова инициировала создание Ассоциации контрольно-счётных органов муниципальных образований, которые только тогда появлялись. Одним из достижений, конечно, счётной палаты, я считаю, то, что был создан муниципальный орган государственного контроля Ульяновской области. Здесь тоже я хочу сказать, что наша счётная палата одной из первых также создала этот орган. То есть во всех 24 муниципальных образованиях были созданы контрольно-счётные органы. Через 10 лет с момента создания палаты региона назрела необходимость повышения статуса контрольно-счётного органа. И в октябре 2008 года был принят закон о счётной палате Ульяновской области. В соответствии с ним палата получила статус самостоятельного юридического лица. Председателем счётной палаты стал Игорь Игоревич Егоров. Что из себя представляет сегодня счётная палата? Это, во-первых, действительно контрольный орган, который занимается, прежде всего, последовательным контролем. Но кроме контроля того, что уже случилось, мы сегодня ещё и аналитический центр своего рода, который готовит целый ряд аналитических материалов для депутатского корпуса, для органов исполнительной власти. Ежегодно палата информирует органы государственной власти и общество о результатах своей деятельности. Отчёт председателя счётной палаты заслушивают депутаты на заседании законодательного собрания области в начале каждого года. И в дальнейшем эти сведения учитывают в своей работе. Счётная палата плотно работает со всеми фракциями ЗСО. И мы в своей работе, как в работе в комитетах, как в работе в законодательном собрании, особенно при формировании бюджета очередного периода, или подводим итоги бюджетного года, мы практически во всех вопросах опираемся на те, скажем так, аспекты, которые обозначает нам наша счётная палата. Они молодцы, они профессионалы. Счётная палата неоднократно показывала свою открытость, эффективность. В прошлом году порядка 200 миллионов было выявлено нарушений. Если взять всю историю работы счётной палаты, то я помню, что в 2018 году аж на целый миллиард с лишним было выявлено нарушений. Поэтому счётная палата показывает неоднократно достаточно высокие результаты своей работы. Хотел бы отметить высочайший профессионализм коллектива и максимальное погружение в проблемы. А по-другому, я думаю, нельзя, когда речь идёт о бюджетных деньгах. Счётная палата идёт верным курсом. Игорь Игоревич собрал очень профессиональный коллектив. И взаимодействие, я уверен, наше продолжится и принесёт огромную пользу региону. С 2010 года по инициативе счётной палаты в Ульяновской области ежегодно проводится межрегиональный круглый стол, посвящённый вопросам муниципального финансового контроля. Несколько ноу-хау. Среди них и методика определения эффективности деятельности наших коллег муниципальных контролёров. То есть мы первые в России в 2009 году внедрили систему рейтинга муниципальных контрольных счётных органов. С 2016 года счётная палата региона совместно с правительством внедрила методику определения суммы неэффективного использования бюджетных средств. Четверть века для истории незначительная дата. Но для любого государственного органа, который начинал с нуля, это огромный этап в жизни. Мы поздравляем счётную палату Ульяновской области с юбилеем. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда.ТВ